Детский пазл, там все вот эти штуки. Ну че, Машулька, рассказывай, как у тебя дела? Трошечка, у меня тут три дня, вообще трэш полный. Короче, мне позвонила девочка из Ростова, ну, ее бабушка, и сказала, что у нее умирает внучка, на самом деле. Она была до этого напитка экстрасенсом. И я так прониклась... Экстрасенсы не помогли? Нет, экстрасенсы... Только дом 2 выходит на помощь. Она сказала, что настолько как-то они поверили, что после этого она пройдет в себя. Они отвезли в больницу. В больнице сказали в Ростове, что они не будут ей помогать. И мы, короче, боролись месяц за ее жизнь, потому что были трудности с тем, чтобы ее вывезли. Короче, я так рада, что первый канал нам помог. И, в общем-то, сейчас она начала ездить. И вот... Что, Зай, что ты говоришь? Мне просто позвонили, сбросилась. Нормально? Вообще, что... Вот как? Анорексия почему? А то есть, что такое анорексия, грубо говоря? Человек не может потреблять пищу, правильно? Или как? То есть, он хочет есть? Или головой он не хочет? Или как это происходит? Слушай, ну, на самом деле, это очень сложный процесс, потому что, ну, людям, которые в это... Ну, не осведомлены, кажется, что это просто, как бы, полезен людей, у которых слишком все хорошо в жизни. На самом деле, это не так. Ну, нет, это страшно. Ну, ты реально не можешь. И вот, если ты сегодня видела у меня девочка, я просто сейчас тебе покажу так. Я видела, видела, видела. Я была в шоке позавчера. Я с ней вчера созвонилась. Она из Краснодара. Но у нее уже шизофрения. То есть, ее уже не спасти. Ну, то есть, есть такой этап у человека, когда он уже не понимает ничего. То есть, вот эта вот девочка моя, с которой я вчера общалась в аэропорту, общалась на протяжении всего месяца, она реально начала есть, прикинь, сама. А вот эта вот девочка, которая исполнилась 30, у нее были надежды, она там занималась баскетболом, еще что-то. Она уже не всегда начнет. Обалдеть. Поэтому я тут в жутком раздраю все эти дни. Слушай, ну да, это, конечно, очень страшно. То есть, ты вот хочешь, ты посмотришь на еду, а она тебе противна, да? То есть, ты не воспринимаешься. Нет, ты просто не можешь взять в рот. Я себе ставила цену в течение года, что я доживу до 15 октября, до своего дня рождения, и начну есть. И наступил мой 15 октября, мы пришли в Москва-Синси с моим мужем тогда. Я еще помню. У меня там огромный стол, а я в рот еще не взяла. Ну, то есть, это страшно. Он себе взял. Нет, это очень страшно. После того, как ты в рот не взяла, мне хотелось пошутить, но так как у нас тема серьезная, шутить нельзя. Нет, конечно, нет. Если так в целом взять, ты большая молодежь, но видишь, у тебя есть опыт в этом, ты понимаешь, насколько это страшно. Ты человек, который смог победить страшную болезнь, это действительно не шутки. То есть, ко мне, почему пишут, ну, девочки, да, и могут со мной общаться, потому что, я вспоминая себя, я считала, что все люди, которые мне, как бы, хотят помочь, они мои враги. То есть, они не понимают меня. Я хочу, типа, быть худой, и для меня все уроды вокруг, а я одна красавица. То есть, я одна худая, а все уроды. И поэтому девочки, которые мне пишут сейчас, ну, вот у этой Алины, там, вес 32 сейчас, но сказали для передачи 35, потому что нельзя было говорить, что 32, из-за того, что ее нельзя только на самолет сажать, потому что у нее сердце может остановиться. Вот у этой девочки, которая из Краснодара, у нее вес 19 килограмм, переростит метров 79. Ну, она уже в коме была три раза. Короче, сложно это все. Ой, это, конечно, жуть. Ничего не могу сказать. Ой, Тат, я тебя так люблю, ты такая красавица. Я с Татей встретилась в Сохо-Рукс, и она такая ковлекрасивая, подбежала я ей очень люблю. Хотя на проекте, кстати, я к Тате относилась не очень хорошо, но потом я поняла, насколько она человек. Просто я была так хороша, что меня многие недолюбливали. Я понимаю, Маша. Ты вот так на лобную выходил. Я? Но у меня есть. Ты же знаешь, я люблю. Я люблю выпендриваться. Что, мне подогрели уже, блядь, стульчик мой или нет? Дорогие друзья, вы почему пишете гадости? Я не понимаю. Ребята, вы жути, я тоже не понимаю. Знаете, как будто мазохисты. Вот я тысячу раз Маше говорила. Вот я, Маша, ненавижу оливки. Вот просто презираю вкус оливок. И я вот такая... Ну, я это правда говорю, я ненавижу оливки. Вот я такая прихожу в магазин, ищу специально полку с оливками, такая, все банки стоят, черные, маслины, оливки. Вот суки зеленые. Ну, суки черные с косточками, ненавижу вас, уроды. Ну, как же можно было таким вырасти страшным, блядь. Вот зачем тратить вот свою энергию, если я люблю булочки там с маком или там какие-то, не знаю, заварной крем. Я же пойду туда, где выпечка, то, что мне нравится, правильно? Или там детюнок, где мясо, то, что я люблю. Но я не буду тратить свое время в магазине на сраные оливки, потому что я их не люблю. И я не хочу себе делать плохо, на них смотреть. А уж тем более, это есть еще и дрейс, чтобы меня еще тошнило, а я все равно продолжала их оскорблять. Ну, в чем смысл? Я не понимаю. Это уже ребята, которые пишут с утра, ты шлюха, ты шалава, да ты вообще шлюшка, ты всю матерь. И вот это с утра продолжалось. Дорогие друзья, ну как же так? Тата, ты очень красивая. Спасибо, что ты тоже красава. Я, честно, очень прям рада, что ты так красивая. Клянусь, мне так нравится. Да, Тата с Татой, да, смотря. Да, так, сто процентов. Прям дорого выглядит. Да, у меня вчера такая депрессия началась. Короче, я пришла с первого канала. Потом у меня был второй канал. Я прохожу, короче, сижу с мамой. И вот так вот, вот это волосы вот так вот подняла. Я заколола заколкой. Потом я, значит, заколола вот так вот. И говорю, мама, все, пипец, я сошла с ума. Я как буду наращивать. Ну, потому что непривычно. Нет, я тебе честно говорю. У тебя даже продюсер первого канала сказал, что тебе шикарно. Да, мне сказали, мне было приятно. Потому что я не ожидала, что и цвет сильнее сделала. Цвет, да, робот. Он очень дорого. То есть ты все равно блонд, но такой как бы приглушенный блонд. Я тебе честно говорю. Я когда увидела фотку, я сразу сказала, что это твое. Прям бомб. Мама не расстроилась, что она больше колокольчики тебе плести не будет? Фонарики, да. Фонарики, фонарики. И вам не знали, кстати, как круто делать твою маму. Я помню, конечно. Я всегда смотрела, думаю, вот это, вот это, думаю, да. Нет, правда круто. Я туда смотрела. Я вчера слышу, Марина Африкантова пишет, типа Маша говорит, что-то, говорит, я это, я тоже, говорит, подумала бы отстричь. А я знаю, что у меня, короче, всегда был комплекс. Из-за того, что у меня вот эти вот щёки. Я боялась. Я думала, что я буду... Что, типа, ещё больше. А по-моему, визуально даже... Не, не, не. Ты сейчас... Послушайте. Вот, я сейчас на свет приду, так, подожди. Нет, ты что, красотка? Очень тебе хорошо. Мне правда нравится, я клянусь. Вот очень чёртный слов. Да. Ну, правда, ладно. А я уже позвонила Карине, говорю, Карина, ты когда прилетишь? Я говорю, у меня волосы надо длинные. Она, как заебала, думала, ты... Да, ну, ты знаешь, когда я на проекте была, я покрасилась в тёмный цвет, сидела, плакала всю ночь. Я говорю, нет, я так не могу больше жить. Мне Галя говорит, нет, ты красивая, тебе очень хорошо. Тёмно. Я говорю, нет. И, короче, побежала. Говорю, в 6 утра билась в дверь. Я говорю, отпустите меня в салон. Они говорят, салон не работает. Я говорю, я уже договорилась. И я вот так просто бежала в этот салон, чтобы мне смыли эту хель. Меня смыли, я стала ещё хуже. Вообще, какой-то серо-буромалиновый. И потом вечером я на поляну вызвала себе ещё одного мастера. Я вообще так без волос осталась-то в курсе. Это сейчас я вот восстановила всё. Подожди, а у тебя сейчас свои волосы все так? Ну, почти, да. Ну, вот моя длина волос. Вот. Ага. Вот мой. И вот это вот. Ага. У меня отросли просто. Вот это как бы всё моё, видишь? Не, ну, у меня мои отросли, я в шоке. Ты не представляешь, что я с собой сделала? Маша, я себе сожгла. Я за сутки три смывки сделала. Я без волос девочке осталась. Я ходила, у меня уже свои волосы ещё кудрявые. Я беременная. Меня тошнит. Эти волосы отпадают. Ещё это мои краски. У меня вот эти какие-то кудряшки, барашки там, как жопа барана на голове была сзади, которую я не видела. Я не знаю, почему я никто в аппаратке об этом не сказал. Нет, я могу вам сказать, что всегда, когда Тата была на проекте, всё ей очень завидовали, потому что она выходила нереальной красоткой в своих саболинных фолошубках, короче, всегда охуевная обувь. Причём Тата умела одна из земногих краситься, ещё очень красивой, но даже два. Она всегда выходила волосная, у неё всегда такой вот узкий носик, и я думала, блин, вот сучка. Вот сучка. Нет, у меня пыли твердые. Я вот очень плохо выглядела, когда я забеременела. Я вот посмотрю эти моменты, я ужасно... Я очень красивая была, когда у меня уже большое пузо было. Мне как-то Бетя дала красоту. А когда я только забеременела, я была ужасная, мне было так плохо, я по 8-9 раз в день блевала. Я лучше... Сколько ты вес был? У меня... Так, я же похудела очень. Вначале же я такая зелёная была, а потом рожать я пошла 68, и 8 килограмм я уже оставила в роддоме. А сейчас ты 46, да? Нет, ты что, 46 у меня никогда не было. У меня было 49, а сейчас я поправилась, и уже 55. А поправилась до 59, и уже вот за эту неделю скинула, потому что я каждый день прыгаю, бегаю тут, как обезьяна. По всему району на своих этих ходулях. Мне кажется, кто меня язык не смотрит? Ты специально начала худеть, да? Не то, что специально. Вообще, я как... Когда я родила ребёнка, я же сразу ходила на кенгуджам. Я же когда вернулась на Дом-2, я же уже была худая. Изначально... Ну, то есть я уже вернулась в весе нормального. Я вот занималась кенгуджам. Это невероятная штука. Это что такое, скажи мне? Это вот эти ботинки, которые... Сейчас я тебе покажу. Вот ботинки, фото. А что они дают так? Может, это тоже надо... Во-первых, они сжигают на... Во-первых, за одно занятие кенгуджам ты сжигаешь тысячу калорий. Тысячу. Ты ни в одном другом спорте, в принципе, столько не сожжёшь. А что на них так делать? Это очень круто, потому что, видишь, здесь такие пружины вот эти вот. Ну? Ты на них, получается, всё время прыгаешь. И когда ты... Во-первых, у тебя там есть разновидность кенгуджам, я как бы просто бегаю. Но профессионально, когда я хожу к тренеру, я кенгудэнс занимаюсь. То есть у тебя 40 минут жёсткого кардио, вы как сумасшедшие прыгаете, и вам нельзя останавливаться, потому что, ну, ритм как бы сердца работает. Давай. И нельзя останавливаться. Ты 40 минут делаешь жёсткое кардио, потом у тебя растяжка в этих ботинках, и они весят 5 килограмм. Ну, то есть две пары. И ты должен планку... Ну, 2,5 и один ботиночек вдвоём. Два ботинка получатся 5 килограмм. И ты как бы... У тебя час занятий, 40 минут кардио и 20 минут растяжки в этих ботинках. То есть они тяжёлые, как грузик. Невероятная штука. Я вот ходила, когда я, наверное, родила ребёнка, ну, может быть... Ну, я взяла себе один курс. Я растаяла. Я правда растаяла. Подожди, а сколько они стоят так? Слушай, они дорогие, но они есть разные. Их можно, наверное, найти не оригиналы, но вот оригиналы стоят 22 тысячи. Они стоят 22 тысячи. И... Ну, есть наверняка там всякие разные уже, кто там как хочет. Но я вот честно советую. Я думаю, что их можно найти какие-то другие. Там интернет есть, и люди могут себе найти, что хотят. Вот. И плюс ещё каждое утро у меня... Я бегаю на беговой дорожке. У меня утро начинается с 5 тысяч шагов. Видишь? Подожди, а ты на какой скорости бежишь? Я на шестёрке хожу. Хожу ровно 5 тысяч шагов.